Общество Роснефть Сахалинморнефтегаз является градообразующим предприятием АХИ. Более 50% населения северной столицы Сахалина работает в нефтегазодобывающей отрасли. Одно поколение нефтяников сменяет другое. Молодые люди, получив соответствующее образование, стремятся устроиться именно в общество Роснефть Сахалинморнефтегаз или его обособленные подразделения. И в дальнейшем они вполне довольны своей работой. Сегодня в нашей рубрике мы расскажем о человеке, который связал свою жизнь с нефтегазодобычей и ни разу об этом не пожалел. Денис Юрьевич Путилов, оператор по добыче нефти и газа общества Роснефть Сахалинморнефтегаз. Денис – коренной сахалинец. Здесь он родился и вырос. После школы поступил в Ахинский топливно-энергетический техникум на специальность эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Получив диплом, устроился на работу, но с самообразованием не закончил. Продолжил учебу заочно в Иркутском государственном университете. Я сначала поехал очно учиться в Хабаровск, а потом у меня вот то, что отец умер. Ну, я как бы решил, чтобы не сидеть там, уже сам пошел на работу сразу. Обратно вернулся, пошел на работу, а через год поступил в Иркутск. Трудоустраивался в обществе Роснефть Сахалинморнефтегаз по специальности. Его взяли достаточно быстро, без каких-либо трудностей. Написал резюме, ждал ответа где-то около месяца. И все, а потом сразу меня вот в третий цех определили туда на Адапту. Ну, сначала на Адапту Суша, там я проработал где-то, ну, лет пять. Потом вот перевели дальше туда. К Денису, как и к любому другому новому специалисту, отнеслись настороженно. Коллеги присматривались, делали выводы. Приняли хорошо, помогали, подсказывали, делились опытом. Пришел туда, меня отправили к Зинкову Сергея Павловича. Он работал тогда, на тот момент там. Очень опытный вообще человек, сам по себе хороший. Ну, и вот стал мне помогать, где-то объяснять, где-то ругать там в свое время. Ну, и все дальше, больше так. Стал как бы сам, ходил, смотрел. Пришел человек, надо учить, надо объяснять, ничего не знает. Все надо показывать, везде ходить с ним. Так потихонечку, и все раньше делали. Скважины обслуживать, качалки нефтяные. Менять свое время, ну, там, сальники, подвески канатные, узлы, все соединения смотреть. Ну, чтобы все в порядке было, чтобы не обрывало нигде ничего. Не так каждый день. Первые шаги на рабочем месте были непростыми. Теория не всегда сходится с делом. Денису пришлось со многим знакомиться впервые, изучать, вникать в работу. За всеми смотрел потихоньку, так же старался, делал. Если где-то не получалось, к мастеру обращался. Помогал, объяснял, как правильно делать. Раз, два объяснил, третий раз уже сам пошел. Необходимо было обслуживать более 20 станков качалок, которые располагались на обширной территории. Она раскидана в одну сторону, километров пять, другую. Все пешком. Туда на машине, назад пешком. И пошел в обход по всему фонду. В обед пришел, если нашел какие-то неполадки. После обеда уже едешь. Ну, с людьми уже едешь, делаешь. Сейчас как бы нету уже такого. Сейчас попроще. То, что раньше делали, мы сейчас не делаем. Сейчас приезжают бригады специально по ремонту там. Раньше сами. Если сильный буран, там уже пришлют машину за тобой. А так, пойдешь. Ну, там же не дети маленькие работают. Ходят все. А куда деваться? Вообще, о работе на месторождении Адапту Суша Денис Юрьевич Путилов говорит с позитивом. Само расположение объекта ему очень нравилось. Море рядом. Красивые умиротворяющие пейзажи. У меня много где бывал так, просто за проездом. Красивее я не видел, в принципе, месторождение. И чистое, красиво. Отработав здесь пять лет, Денис улучшил свою квалификацию. Получил четвертый разряд и его перевели на месторождение Лебединское. Там он трудился два года. Там одна тогда была, на тот момент. Да нет, конечно, намного проще, чем когда у тебя полный фунт качалок, там перекачивали, нефть, на Южный Купол. Само намного проще. Только то, что еще дальше. В два раза почти. Там по одному ты стоишь. Вообще один ты. Четыре человека, вот вахта, меняетесь. Бывает, не меняют. Ну, как бы, там сейчас буровики, там столовая есть. Если что, вот так в Буран останешься, как бы езди покушать. Там тепло, там дизельные станции работают. То есть, даже если света нет, там свет все равно ездит. На новом для себя месторождении Денис осваивался недолго. С первых минут влился в работу и в коллектив. В процессе пока работаешь, где-то в городе друг друга знаешь. Там где-то, бывает, пересекаешься. Как бы знал уже. Все равно за столько лет. Там, в принципе, всех тогда и собрали. Кто уже был, собрали вахты. Собрали человека. Все. Уже друг друга знали. По прошествии двух лет Дениса Юрьевича Путилова вновь ждала смена трудового места. Я, как бы, частенько за вахтах, когда кого-то нет, то-то в отпуске, получается. На одном месте не сидишь. То на северном куполе, то на южном. В итоге специалиста оставили на южном куполе месторождение Адапту-Суша. За годы работы обязанности оператора по добыче нефти и газа существенно изменились. Там нет станков качалок. Там уже цены стоят. Мы поддерживаем обслуживание. Меняем там своевременно что-то. Выполняем всякие процессы технологические. А какие? Ну, например, там, депарафинизацию скважин, прокачка там нефтью скважин. Ну, и, в общем, как бы, следишь, поддерживаешь, чтобы утечек не было, чтобы все нормально было. За чистотой следишь. Нефть, бывает, нефть перекачиваем, бывает, с насосами. Ну, машина придет, перекачиваем. Если как бы прислушиваться, с головой все делать, то ничего сложного нет. Главное, думать, что делаешь. Считает, что работа несложная, но очень ответственная. Без оператора по добыче нефти и газа налаженный и отработанный процесс на месторождении станет невозможным. От оператора, наверное, зависит, в каком состоянии будет данная скважина. А там уже дальше решения принимаем. Приходилось работать и в условиях чрезвычайной ситуации. В основном, в зимний период, во время циклонов и буранов. Там буквально сразу, потому что на куполах все автоматизировано, все на компьютере сразу у тебя на экране. Где какая скважина, она встала. А если уже свет, все полностью выключает, там уже ничего не сделано. Техническое оснащение постоянно обновляется, оборудование совершенствуется. Специалисты регулярно проходят обучение. Например, на ИЦН, когда нас перевели, посылают в учебный комбинат, тебе на курсы. Там объясняют, как работает с оборудованием. Ну и все, выдают уже потом тебе удостоверение, что ты можешь обслуживать. И так же по насосам. Как только что-то новое, тебя на учебу отправляют. Если перевели вот с качалок, там тебе нужно с ценными работать, с установками. Знать, как там, куда, что нажимать, тебя отправляют и обучают. Стабильно посылают на учебу людей. Кого на насосы, кого там на ППД. Ну, на Стропольщика, там, если кончается, у тебя корочек, срок. Тебе продлевают потом, чтобы ты имел право работать. Денис Путилов в напряженном графике работы находит время и для занятий спортом. В здоровом теле – здоровый дух. Наиболее привлекает молодого человека на стороны теннис. При этом играет не только за себя. Он защищает честь команды общества «Роснефтсакалинморнефтегаз» на корпоративных соревнованиях. Самый первый раз, это был в 2008 году. Ну, потом как-то я не ездил, потому что на учебе был. У меня сессии все время выпадали. И вот сейчас, последние три года тоже. Вот, буквально, приехали недавно. В июне были, потом в сентябре. Уже там на всероссийских. Ну, если надо, да, могу. И в футбол могу поиграть, и побегать могу, если уж надо будет. Ну, мне нравится играть просто. Раньше на лыжах я ездил, лыжным бегом занимался. Ну, потом, когда уже в техникум пошел, уже времени перестало хватать на тренировки. И как-то за школу позвали нас поиграть. И все, и понравилось, как-то втянулись. И вот по сей день играем. На соревнования различные ездим. Ну, в течение года. Не только на корпоративные, но и такие, областные. Нравится. Ну, вот на зональные ездили, там хорошо, второе место заняли. А на всероссийские там уже сложнее. Уровень намного выше. Ну, с мастерами там играешь. Тяжело, конечно. Но интересно зато посмотреть, что здесь такого не увидишь, как бы такого уровня. Все равно какой-то опыт получаешь, практику. Интересно. Человек, который будет работать, он не сможет просто на таком уровне выступать. У нас вот вся команда, как бы рабочий, коллектив. На зональных все вот одинаково как-то борются. Ну, видно, что вот равенство все равно здесь какое-то. А туда дальше едешь, там все. Там бесполезно просто. А уже не провинции? Я первый раз поехал, у меня было такое ощущение, что я на Олимпиаду какую-то попал. У нас, говорят, на всем Дальнем Востоке нет такого уровня. Ни в одном, в принципе, виде спорта. Ну, туда и едешь уже, ты знаешь, ты не выиграешь. Сам вот интерес с такими людьми поиграть. Какого-то опыта набраться у меня. А вообще в спорте Денис давно. И на соревнованиях показывает достойные результаты. Завоевывает заслуженные награды. Денис Юрьевич Путилов – человек семейный. У него растет маленький сын – Данил. Супруга Юлия с пониманием относится к занятости мужа и его увлечения. Ведь пока Денис – единственный добытчик в семье. Зарабатывать-то надо. Нормально относится. Ну, бывает где-то тяжело, когда одна с ребенком. Ребенок маленький, два годика ему. Ну, она дома пока, потому что с больничных не вылазит в садик. Сейчас вот чуть повзрослее, она тоже пойдет на работу. Будет вдвоем уже. А вообще Денис считает, что любые трудности преодолимы, когда есть поддержка семьи и стабильная работа. Тем более, выбранная специальность, предприятие, где он трудится, и уклад жизни на сегодняшний день его вполне устраивает. У меня есть специальность, как-то я пока не хочу. Ну, и уезжать в ближайшие годы пока не планирую. Буду здесь работать. Ну, там посмотрим уже, как получится. Чтобы куда-то уезжать, нужно, чтобы там работа была тоже. Здесь все равно постабильнее сработать, чем там. У молодого перспективного работника в обществе Роснефть «Холенбурнефтегаз» есть все шансы стать высокопрофессиональным специалистом и построить карьеру. Денис Юрьевич Путилов не жалеет, что связал свою жизнь с нефтегазовой отраслью. Роснефть Роснефть